Привет! Вы смотрите СТМЕГИ ТВ и с вами Тамара Ризина. Героиня этой программы «Еврейский пульс» – идеальный пример селф-мейт-мена – великая Голда Мэйр. Свои мэйр считают в нескольких странах. На Украине, где она родилась, ее называют «Киевлянка из Бессарабки». Старый дом номер 5 по улице Бассейной отмечен в путеводителях и его украшает барельеф с ее изображением. В финансовой столице мира в дорогом Манхэттене в честь мэйр установили памятник и назвали сквер. Впрочем, сама Голда – дочь простого плотника, в США жила очень бедно. Одноклассницы вспоминали, что у нее было всего два платья. Тем не менее, мальчишки были от нее без ума. Судьбоносным для Голда стал американский город Милуоки. Здесь ее фото тогда председателя общества юных сестер впервые напечатали в газете. Здесь она получила образование и познакомилась с Бен-Гурионом. Именно по настоянию отца израильского государства Голда стала озаряющей. Так с ивритой переводится «мэйр». Родным же ее языком был идиш. Декларацию о независимости Израиля она подписывала еще будучи Голдой Мейрсон. Это фамилия мужа. Тогда автографы под документом поставили 38 человек. Женщин среди них было две. До июля первым новое государство признал Советский Союз. Голда стала первым послом Израиля в Москве. Столичные евреи встретили ее ликованием. Момент посещения московской синагоги, как и сама мэйр, изображены на банкнотах 10 тысяч шекелей и 10 новых шекелей. Премьерское кресло мэйр получила, когда ей было уже 70. Женщин на этом посту в Израиле не было ни до нее, ни после. Годы, когда руководила страной бабушка Голда, были одними из сложных. Это и война судного дня, и трагедия на Олимпиаде в Германии. Кровавые события в Мюнхене описал в своем фильме Стивен Спилберг. Мейр сыграла Линн Коуэн. Еще один известный кинообраз главной дамы Израиля создала актриса Ингрид Бергман в ленте «Женщина по имени Голда». Большую политику золотая еврейская женщина покинула непобежденной, как говорят, по собственному желанию. Последний ее бой был с предсказуемым финалом. Победить лимфому она, увы, не смогла. Похоронена на горе Герцля в Иерусалиме. Сейчас Голда Мейр – муза для современных дизайнеров и объект поп-арта. Ее портрет – часть серии Энди Уорхола «10 знаменитых евреев XX века». Говорят, что эпатажный художник выбрал ее не только за общеизвестные заслуги. Ему просто понравилось ее лицо. Это была программа «Еврейский пульс» и я, Тамара Ризина. Интересные факты из жизни известных евреев мира ищите на нашем сайте stmegi.com. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok